Руководство наше не только президент, а ведь и Совет Безопасности принимал решение по нападению на Украину. И они тоже будут отвечать по всей строгости. Им тоже придется где-то прятаться, где-то очень много надо за рубеж отправлять ранее активов, чтобы там жить хорошо. Когда в населении, в 22-м году война началась, или СВО, как мы говорим, мы же цены повысились сразу с детей. Впрочем, мы все поведенели на 10-20 процентов, а зато наши богатые олигархи, богаче стали на 150 миллиардов долларов. Это избиратели, избиратели Путина. Я считаю, вот мы народ, а если избиратели Путина, это банкиры и олигархи. Нынешняя власть в России завидным упорством продолжает и политику ЦК КПСС по раздаче наших народных денег политическим различным партиям и правительствам других стран, так называемых отсталых стран, создать иллюзию многомиллионной поддержки нашей власти и нашей политики. Правильно нам советуют мудрые люди, чтобы мы, ты запиши себе вот это, чтобы мы побыстрее вынули имперскую матрицу из российской государственности. Путин с командой использует разные методы, ну в общем обмана, я бы сказал, и успокоения народа. Для немалой части народа, вот у него мозговые отростки, знаешь, в нашем мозгу есть мозговой отросток, островковый отросток называется, который отвечает за причинно-следственные связи. То есть это интеллект. И вот этого интеллекта если нет, то на него как раз работает наша пропаганда, эта пропаганда приводит к бешенству этих людей, они орут долой, того, давай стрельнем по Америке, стрельнем по Англии, жахнем по Франции, там жахнем, потому в Франции, кстати, тоже ядерное оружие еще то и то же, вот интеллектом прикрытое, да, вот куда мы нарываемся, всеми жахнем, жахнем, жахнем. И нам очень трудно дальше с этими людьми быть, надо как-то их перевоспитывать. Еще в Советском Союзе была разработана система так называемой «мертвой руки», что в случае даже если... Да, херня это. Что, да, если здесь вся Россия будет уничтожена, все равно автоматически сработают алгоритмы, которые поднимают все ядерное оружие, и все это летит в сторону противника. Слушай, ну, брось ты эти сказки, слушай. Ну, как это, вот я знаю, что Посейдон у них есть, ракета, которая поплывет и взорвется, и Америку затопит волной. Ну, как, вот ракета, как она затопит волной, если у нее столько там, допустим, столько-то килотонн там, да? Да что ж собачь? Я, кстати, у нас, когда я был председателем этого комитета в ГОСДУМИ, депутатом, и мы проводили слушание о том, как вот использовать дальше, можно или нет, сатану. И был Уткин, вот генеральный конструктор затоны, дважды герой соцсорда, там, лауреат всех премий и так далее. И он сказал, как ее использовать надо, я сейчас не буду говорить об этом. Но я у него спросил, вот ИДЖИС, вот эти вот, которые стоят на подводных лодках у англичан, у американцев тоже, они опасны для сатаны вообще даже, он языком под сокол сказал, слушай, это такая гадость, да? Вот, как бы ее преодолеть? А у них это везде есть. А мы, этот Соломонов наш, делал тополи для, с этим, настильной траектории. Не уходил в космос, а настильная траектория. А настильная траектория она еще больше берет. Ни один тополь не пролезет через этот, через эти редуты. Надо вообще знать свое место в мире и заниматься своей страной. Мы видим, как Путин захватывает все финансовые высоты у нас в стране. Роснефть, Газпром, вот эти другие наши структуры, они на большей степени частные, но есть государственная доля. И вот государственная доля, она должна получать государство дивиденды, из этой государственной доли. И тогда Путин дал команду, а давайте мы создадим вот это Роснефть и Газ, типа банка, и туда государственная доля вся будет уходить. От Газпрома и Роснефти. Мы оттуда никогда не получаем. И туда стала уходить. А Госдума, по указке Кремля, взяла и приняла решение закона о том, что этот Роснефть и Газпром подчиняется и обслуживает только Путина. Это его кошелек личный, а там миллиарды. А деньги, которые должны идти тем, которые добывают этот газ, нефть, они корятся на этих скважинах, мороз там и так далее, они получают по 20 тысяч, а этот парень получает миллиарды, и он может поэтому покупать себе кого угодно, он может платить пропагандистам миллиарды, как он у Соловьева там, у него в Италии, виллы там-то, 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 или у этой Маргариты Тимоньян. Он может покупать за рубежом политика, они потом голосуют в ООН за Россию, и, ну, правда, мало там голосуют, но все равно, вот до чего, это бесконтрольно все. Это владение этих денег как раз, а эти деньги до чего мы возвращаемся? Это если шухер будет и придется текать, а у них деньги там лежат, и золото, и все прочее, можно не пропадать. И вот, значит, дела растерзания, я пишу здесь, на Госдуму на этом, Роснефть одарил, одарил, и вот Роснефть и ГАЗ одарил РАН деньгами 14,9 миллиарда рублей. Это Путин сделал, выделил, чтобы они не уякли, не сдохли. А что такое 14 миллиарда? Это же там целые эксперименты надо проводить. И теперь я вспомнил сразу Пушкина, когда узнал, что у Путина еще кошелек такой. Там Пушкин, как писал, там царь Кощей на зла там чахнет, там дух мамонны ложью пахнет. Нас, а тех, кто начинает пустить или раскрывать тайны неправильной жизни кремлевской номенклатуры, знаю, куда мы отправляем, вот Алексея Навального, других. Кто-то эмигрирует из России, тысячи таких, причем самых нужных для страны, инициативных, грамотных людей. А ответственные места в экономике заполняют дружбаные, сынки, племянники и так далее. В наших глазах происходит уничтожение вроде бы перспективной команды ГАКПРОМа. Уничтожение. Дело своим политиканством, политиканством, незнанием предмета заваливает разные миллеры. А президент Путин, он ведь не понимает, в чем там дело. Он не имеет права, кстати, по своим обязанностям. У него обязанности и права президента. Он должен следить за выполнением прав человека. Нас, Конституции, чтобы не поханили, и чтобы права человека, кому не следует, и кому не захочется, не нарушали. А он этим и занимается. Он занимается продажей газа, продажей нефти и так далее. И вот он летит везде, Владимир Владимирович со своими привычками учить, пришлют и к тому, что Газпром пролетел со свистом на всех европейских рынках и впервые за свою историю отработал в мире 1 триллион 200 миллиардов рублей долга. Он должен заработиться для нас, чтобы мы могли меньше платить за газ, за все, чтобы школы строились, дороги и так далее. А он еще убыток принес. Кому платить? Мы будем платить. Попри все, мы, шановные глядачи, вистояли и обовязково переможемо. Бо разом мы сила. Підпишите на канал, ставьте вподобайку, пишите свой коментар и подширьте эту информацию. КОНЕЦ